Доктор сельскохозяйственных наук Я знаю, что вы являетесь координатором научной экспедиции по продовольственной безопасности. И вы, в частности, отметили, что республика сама может полностью обеспечить свои потребности в картофеле. Расскажите, пожалуйста, как вот этого достичь? В настоящее время в республике около 8 тысяч гектаров посадок картофеля. Из них где-то 60% в личных пособных хозяйствах. То есть в крупных крестьянских, фермерских хозяйствах около 40%. Это значит 6 тысяч гектаров в личных пособных, 4 тысячи – это в крупных хозяйствах фермерских. И для медицинской нормы потребление картофеля на одного человека составляет 104 килограмма. В год? В год. Количество населения у нас около 1 миллиона. И если считать так, то нам нужно картофеля около 100 тысяч тонн. 100 тысяч тонн нужно. То есть у нас получается таким образом, что в настоящее время сейчас сбор картофеля в республике составляет около 70, 60, 70, ну иногда 80 тонн. То есть получается мы немножко, ну где-то на 20-30 тонн не добираем. Хотя в принципе это можно нам добрать. Средняя урожайность картофеля в настоящее время в республике составляет 9-10 тонн с гектара. Очень редко бывает 11, а в отдельные годы бывает и 8, и 7 центнеров, то есть тонн с гектара средняя урожайность. То есть мы в значительной степени зависим от погодных условий, как они будут. Ну и естественно для того, чтобы повысить валовый сбор картофеля, для того, чтобы обеспечить полностью всю население республики картофелем, нам необходимо работать в этом направлении. Естественно, что в первую очередь это повышение урожайности картофеля. Если у нас урожайность картофеля повысится до 12-13, а то и 14 тонн с гектара в среднем по республике, то тогда мы на 100% себя обеспечиваем. Ну, здесь возникает еще один момент такой, что тот, даже тот картофель, который мы валовый сбор произвели, мы где-то около 30, а то и 40%, в отдельных случаях до 50% бывает, мы теряем за период зимнего хранения. Не умеем хранить, получается, или не хватает овощих хранилищ? Мы, да, и овощи хранилища в республике в основном, в настоящее время в основном постройки еще, ну, скажем, 90-х годов. То есть не отвечают они современным требованиям? Они уже все в аварийном состоянии практически. Сейчас, а те картофельные хранилища, которые строят, мы берем проекты западные. Ну, у них совершенно другие климатические условия, и, соответственно, проекты, которые мы берем у себя, их делаем, мы не можем никак сделать, создать там те условия, которые крайне необходимы картофелю. То есть воздушный, тепловой, вот этот вот весь нормативы мы никак не можем там создать. Я уже сколько сталкивалась с такими картофельных хранилищами, в них очень трудно работать. И поэтому и отход такой очень большой. Старые картофельные хранилища, они были полностью отсыпаны почвой у нас. И в соответствии с этим теплоизоляция была исключительно хорошая. Там практически не надо было топить, ну, очень так, немного. И в соответствии с этим и уровень хранения. Если еще мы их тогда вот в 80-х годах, все полностью сделали, перевели на активное вентилирование. Ну, они даже и при естественном вентилировании хранились очень хорошо. Да, зависит от того, насколько засыпается. Вот поэтому я считаю, что у нас одна из самых главных задач, вот строительство картофельных хранилищ, и даже не то, что строится, проектирование, это нам надо инженерную службу, чтобы они подумали и поработали над этим. Проектирование таких картофельных хранилищ, которые пригодны для работы в условиях Крайнего Севера. Полина Петровна, тогда это вот получается единственная причина, по которой мы сейчас, в настоящее время, пока полностью не единственная. Нет, это не единственная, конечно. А какие еще причины? Конечно, хранилищ. Здесь у нас еще и повышение плодородия почвы, применение удобрений. Очень часто органические удобрения, очень в небольшом количестве. Но, в принципе, технология возделывания картофеля включает в себя четыре таких главных направления. Это сорт, это семеноводство, это, значит, агротехнические мероприятия, куда входят удобрения, плодородия почвы, все такое прочее. И в третье, четвертое, вот этот организационный, о котором мы сейчас с вами говорили. Полина Петровна, вот Вы выявили несколько сортов картофеля, и вот образцы мы здесь видим, да? Вот, может быть, чуть-чуть Вы о них расскажете? Да, конечно. Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства занимается селекцией картофеля с конца 90-х годов. За этот период мы создали четыре сорта, которые у нас сейчас районированы по республике. Это вот якутянка. Ну, вот один из них. Вот один из них, алдан. Северный. И, кроме того, мы работаем еще по семеноводству над районированными сорта. То есть все сорта, которые мы производим в институте, оригинальные сорта, это районированные. Это Варм, Стулунский, ранний. То есть сорта, которые опробированы у нас в республике, они прошли оценку госсорта испытаний в течение трех лет. И сравнительную оценку. Там было очень много других сортов, в том числе и розары и так далее. Но, тем не менее, они были признаны наиболее пригодными для возделывания в наших условиях. Полина Петровна, вот через два с небольшим месяца на своих личных подсобных хозяйствах люди начнут высаживать картофель. Вот скажите, куда они могут обратиться вообще за этой информацией? Может быть, они хотят именно высаживать на своих площадях местный картофель, а не тот картофель, который летом продают на рынках привозной? Безусловно, это так. Потому что они могут обратиться к нам. Они могут обратиться к нам. У нас вообще наше семеноводство, которым мы занимаемся, оно ориентировано на крупное хозяйство. И через Минсельхоз тоже крупные фермерские, крестьянские проходят хозяйство, СХПК и так далее. А вот на личный сектор у нас как-то получается, что остатки продаются. В прошлом году у нас была достаточно высокая урожайность, и более или менее мы в этом году сохранили картофель. Поэтому в этом году мы в значительной степени будем реализовать наличный подсобный сектор. То есть напрямую просто обратиться в ваш научно-исследовательский институт? Да, обратиться к нам в институт. У нас там есть лаборатория картофелеводства. Там всегда кто-нибудь ответит. И, пожалуйста, где-то после 20-25, наверное, мы завезем даже какую-то партию сюда, в институт прямо. 20-25 какого месяца? Марта уже, да? Да, ну вот на той неделе, наверное, мы будем завозить, но пока готовить помещение, где это все будет. Это же не так просто. Это же замечательно, если люди смогут к вам обратиться и приобрести для посадки картофель у вас. А каковы особенности нашего местного картофеля? Сорта, которые мы производим, они наиболее пригодны для наших условий. И они, вот Вармаз, например, сорт устойчивый по всем параметрам. Он устойчив к жаре, к засухе. Более или менее, а у нас же очень такой климатик, такой дождей. Сухо, жарко, поэтому он более или менее устойчивый. Затем, значит, у него устойчивость к вирусным заболеваниям, у него устойчивость к болезням, которые проявляются в период хранения. Правда, он не устойчив к фитофторе, абсолютно не устойчив. Но для этого и существуют определенные защитные мероприятия, которые мы применяем, и он прекрасно себя чувствует. Далее, сорт тикутянка, он хорош по всем параметрам, тоже устойчив к засухе, высокий урожай. Дает у него до 350 центнеров с гектара, мы можем получить. Но у него есть тоже отрицательное свойство, он плохо лежит. То есть плохо хранится в том, что у нас был сорт полет, они тоже такого же класса, и они, знаете, очень чувствительны к перепадам температуры. Есть такие сорта, которые очень чувствительны, если не создаются те условия, а условия должны быть плюс 3 постоянно, и очень хороший воздухообмен. И тогда в этих условиях они лежат не очень хорошо. И, конечно же, сорт тулунский ранний, вот у нас тоже мы его производим, он тоже у нас давно, наверное, где-то с конца 80-х годов. Этот сорт за свою раннеспелость райнировали тогда, и пока еще мы его не убираем, оставляем. Хотя якутянка, вот, например, его парнеспелость примерно ни на одном уровне находится. Дальше сорт северный, вот сорт северный у нас здесь есть, он отличается крупной клубневостью. И еще у него очень хорошее свойство, он устойчив к карантинным заболеваниям, к раку, к нематоде. У нас в России нематодоустойчивых сортов практически нет, очень мало. И вот северный, он у нас один из таких. Его районировали в Тюмени, им он очень понравился. Они у нас забирали, мы им посылки тоже отправляли, хотели приехать сами, но тоже не смогли. И поэтому они сейчас его размножают там у себя. Скажите, пожалуйста, а сами вы какой сорт выращиваете, вот на своем участке, если он у вас есть? Ну, на своем участке у меня много сортов. Спасибо, я благодарю вас за это интервью, спасибо. Я еще раз напомню, что гостем в студии была заместитель директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук Полина Петровна Охлопкова. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.